На заседании Нарвского городского собрания было принято решение о порядке выплаты дополнительных социальных пособий в городе Нарва. На сегодняшний день выплаты социальных пособий города Нарва регулируют постановление Нарвского городского собрания. Однако выплаты пособий по данному документу показало, что документ нуждается в существенных изменениях и дополнениях. Об основных изменениях рассказала вице-мэр по социальным вопросам города Нарва Татьяна Пацановская. Изменение первое касается непосредственно перечного вида пособий, вывод у которых регулирует этот порядок. Ранее это было 7 видов пособий. К ним сейчас добавляется пособие на ремонтранспорт, которое ориентировано на людей, имеющих глубокий недостаток здоровья. Ранее предполагается, что санатальствовать не могут об этом пособии в пределах 80 евро в год. То есть это может быть единоразовая работа, это может быть много раз по меньшей сумме. И также изменение в видах пособий состоит в том, что пособие на приобретение помогательных средств мы предлагаем переименовать на пособие на приобретение протезов в связи с тем, что люди обращаются именно за этим видом помощи и нуждаются именно в поддержке при приобретении протезов, потому что это довольно дорогостоящие вещи. По действующему порядку решение о назначении и размере пособий принимала соответствующая комиссия. Теперь эти решения будет принимать директор социального департамента. Однако на практике это не обладает, потому что пособий довольно много, выплаты происходят практически каждый день в департаменте. И чтобы все-таки интересы клиентов, чтобы не заставлять их ждать, как раз рациональнее будет, если выплату решения о назначении пособия и размере будет принимать директор. То есть чиновники подготавливают все необходимые документы и директор уже утверждает решение. Это более рационально и более интересовприятно. Следующее изделие касается предельного размера пособий. Ранее об этом не было речи в действующем порядке, не было установлено. Сейчас же мы либо устанавливаем предельный размер пособий, либо же прописываем, по которому пособие назначается. Сразу же оговорюсь о том, почему в каких-то пособиях есть предельный размер, в каких-то нет предельного размера, но есть принцип, почему назначается так. В основном это касается тех видов пособий, которые выплачиваются не в денежном виде, а в виде какого-либо, например, подарочного пакета, либо же путевки в детский лагерь. То есть довольно сложно поставить, и было бы нерационально поставить какую-то одну сумму, потому что стоимость данных видов помощи меняется, и гораздо рациональнее все-таки принимать решение другим способом. Также изменения в сроках подачи податайства. Изменения также сделаны в интересах людей, которые получают данные виды помощи. Ранее было возможно податайствовать о любом виде пособий только один раз в год. Сейчас же это не так. Можно податайствовать либо в пределах сроков, которые утверждены, либо же в пределах годового лимита пособий. Также изменены сроки подачи податайств для получения таких видов пособий, как пособия на организацию детского и дневного отдыха. Ранее это было 15 мая, сейчас 30 июня, потому что это все-таки более рационально. Люди задумывались о детском лимитом отдыхе все-таки позднее, чем 15 мая. И также изменения в сроке доставления податайства на школьное пособие. Ранее это было 1 августа по 31 октября, а сроком в год пособия было не позднее 15 ноября. Все-таки рационально сделал с 1 августа по 31 августа и выплатил пособие не позднее 15 сентября, потому что так как это школьное пособие, его все-таки логично помогает людям к школе. Также ранее не были утверждены формы податайств, но для удобства клиентов, для удобства обработки данных все-таки предлагаем утвердить форму во всем видам пособий, кроме рождественского пособия для детей. Потому что там документы готовятся по спискам, которые делают департамент социальной помощи.